здравствуйте уважаемые подписчики здесь я вам предлагаю расклад на тему какие цели и планы у вашего партнера я для вас буду раскладывать ваше время будет актуально тогда когда вы видео нашли таро 78 дверей карты ленорман любимые вот эти карты феи ленорман очень правдивая карта четкие и классные а также романтические ангелы вот эту колоду и мы с вами посмотрим состояние вашего партнера на момент просмотра состояние его энергетики какие у него планы какие у него мысли относительно вас и себя какие чувства к вам какие эмоции он вас испытывает относительно вас и почему он испытывает те или другие эмоции истинное чувство партнера и его планы и цели относительно ваших будущих отношений то есть если отношения у вас уже есть будет актуально как будет дальше развиваться и если отношения у вас даже нет здесь можно проследить просмотреть какую-то тенденцию которую вы могли у наследовать родовую породу и эта тенденция может быть мешает вам выстраивать логичные и счастливые отношения и так 78 дверей ответить очень очень четко для начала я возьму три карты а потом буду добавлять карта номер раз карта номер два и карта номер три первая карта будет четко описывать его мысли вторая его чувства и третье его планы а сейчас я просто выложу карты которые будут основными и как бы сказать от нибудь все исходить а потом мы будем добавлять и я сейчас возьму три карты у ленорман у ленорман возьму три карты для вас какие у партнера мысли и чувства относительно вас какие его цели и планы какие он испытывает эмоции по отношению к вам и почему все очень просто карта номер раз карта номер два и карта номер три эти три основные но потом конечно мы будем с вами добавлять а вот это ангелы любви какие ангельские силы какие силы помогают вашим отношениям а какие и мешают может быть посмотрим что помогает или что мешает с позиции и с угла зрения ангельских сил творца создателя кто подбирает для нас пару карта номер раз это как икона икона номер два и икона номер три а я начинаю девочки для вас работать в тот момент когда вы смотрите и будет наиболее актуально итак первая карта это его мысли и здесь вышло вышла очень хорошая потому что король этот король жезлов и это мужчина который страстью пылает к вам и у него у него эта страсть не только в сердце и там еще в другом месте но также у него страсть это в мыслях то есть он рисует картинки что такое мысли это когда мы рисуем какие-то картинки себе до картинки которые мы хотели бы к себе приблизить картинки нашего будущего и так сделан человеческий мозг что когда наш мозг эту картинку нарисовал он начинает искать пути чтобы это притворить в жизни мужчина действительно рисует картинки вашего счастья совместного что у меня так плохо видно может быть сделаю вот так немножко лучше видно основные карты я так выкладываю чтобы их можно было увидеть почему а потому что эти основные карты будут давать направление той которая будет ее расшифровывать вторая карта это карта его чувства смотрите чувство это туз и опять жезлов очень хорошая карта туз говорит об все время такое впечатление что он вот как в начале отношений вот у него эти мотыльки летают да вот он хочет с вами связи он хочет с вами постели скорее всего и у но сами знаете на что туз жезлов намекает да туз это у нас начало и это первое что это единица или вот такая палочка-выручалочка носа все знает намек а вот и чувства у него конечно очень сексуальные очень обостренные к вам вы просто для него магнит жизненная сила которую он испытывает которую он хочет к себе приблизить общем очень хорошо на самом деле а теперь его действия вот очень важная карта она кстати вышла перевернутая но я вам ее прочту раньше в прямом значении с вашего позволения эта карта четверка меча он будет во первых торопиться мечета торопливость это какая-то такая нервность неуверенность себе он не уверен в себе он считает что вы лучше его потому что смотрите карта вы что вот в таком значении если карта четверка меча в прямом значении она говорит о том что мужчина чего-то боится в переверта перевернутом значении он медлит он медлит почему он медлит потому что его действия у тоже завязаны на каких-то обстоятельствах и на влияние третьих лиц поэтому он медлит но дело все в том что вы только в его мечтах видите какие карты вышли и в чувствах и в мыслях вы только и есть в его мечтах он думает мечтая только о вас он хочет быть только с вами но он почему-то медлит почему мужчина медлит почему он такой нерешительный почему его нужно постоянно подталкивать кстати для современных мужчин очень очень даже свойственно ведь от двойственность на него влияют на очевидно другие лица или обстоятельства причем влияют на него очень сильно потому что это карта нерешительности тоже но это связано тоже или с деньгами или же что-то кто-то хочет его или познакомить еще с кем-то может его мать влияет на него или его бывшие или его дети которые сознательно кстати или бессознательно хотят чтобы он на них обратил внимание может быть у него есть в окружении такие люди ниди называются люди которые хотят его внимание хотят его денег может быть потому что двойка пентакли хотят чтобы он для них что-то сделал что он недостаточно заботиться любит их но он ниже не обязан любить свою бывшую например да и тоже с детьми такая вещь дети требуют нашей любви взрослые когда мы их недолюбили в детстве а вернуть детям то что упущено невозможно так что проехали эту станцию не получилось не получилось едем дальше и у мужчин очень часто такая ситуация но дети настаивают дети его обвиняют ты был плохим отцом ну да он был плохим отцом но сейчас он ничего сделать уже не может вот такая вещь и так это мы добавим карту относительно чувств вот эта карта выясет у нас и смотрите это паш пентакли то тоже идет речь о деньгах или о ценностях а мужчина стучится в какую-то закрытую дверь дверь красивая ему очень нравится да это может быть что он хочет чего-то для себя что ему очень нравится запретный плод якобы сладок вот об этом говорит о паш пентакли то есть вот это что за дверью его манит его его возбуждает это может быть связь с вами сексуальная это постель его вот манит вдохновляет он очень хочет этого но никак не может открыть эту дверь может он чувствует что плод запретный если там например треугольник качели может быть у вас еще есть какой-то мужчина и вы сами стоите как бы у раздорожье не знаете что вам делать потому что одного мужчину вы любите за одни качества другого за другом для другие можем ли мы любить двух людей да конечно да мы можем даже больше чем двух людей любить но равны разных людей за разные качества мы можем любить и он может стучиться к вам но он хочет того чего вы ему не можете дать он требует от вас или просит даже у некоторых будет а то чего вы не хотите дать или не готовы ему дать да например он требует каких-то отношений может быть но он же сам не делает того шага который достойно мужчина сделает то есть он не оформляет с вами отношения это будет только касаться конечно некоторые слушатели не всех или у вас была ситуация вашем прошлом когда мужчина или прошлом или даже которую вы не знаете в прошлой жизни где мужчина не делал этот шаг и уже есть вот этот страх есть вот этот закодированный от рождения в днк ваш страх да это его мысли расшифровка для короля жезлов а там видите король жезлов это расшифровка это вы красавица не обязательно что-то ваша фигура может быть ваша может у вас другого качества фигура но не в этом дело сама идея то что женщина который у которой все очень хорошо это женщина жезлов это госпожа своих слов госпожа своих чувств и своих переживаний своих мыслей то есть такая владеющая женщина силой даже злата сила владеющая силой это вы и он знает что вы владеете силой он знает что с вами нельзя вот понимаете вас нельзя обмануть вас нельзя обманывать ему даже стыдно где-то может быть он вас обманывал прошлом ему стыдно потому что он здесь король жезлов а вы здесь королева жезлов проходите в пара вы здесь абсолютно равноценная пара и потому что в этом раскладе вы пара я бы сказала что несмотря на то какие бы там эмоции он не испытывал несмотря на то что у некоторых это могут быть качели или это могут быть что его планы и цели немного расходятся с вами или даже может быть он кстати не знает своих планов и цели не зря здесь вышла вот картами мечей да он не знает ему не может никак определиться вы пара эмоции которые он испытывает к вам это эмоции страсти любви и он от вас никогда не отступится он никогда не будет сдаваться он будет стараться ваш вас добиваться почему он будет стараться добиваться потому что вы вызываете у него чувство уверенности вот это моя женщина это мое будущее в абсолютная пара абсолютная пара и это все видно в раскладе в мыслях вы у него проходите как королева жезлов, то есть как человек, женщина, с которой он хочет быть откровенный, он хочет быть честным, он хочет быть транспарантным, транспарантность мыслей, он не хочет ни в коем случае вас подвести, он не хочет вас обидеть, он не хочет задеть за живое. Нет, если у него до сих пор это получалось, это, к сожалению, от его неосознанности происходило. Итак, смотрим дальше. Карта повешенной вышла и не зря. Да, кажется, что он медлит, кажется он нерешительный, кажется он вообще не мужчина полностью, но он не медлит, у него внутренние процессы происходят, понимание, куда он идет и зачем, и как достичь правильной цели. Он хочет, вот как знаете, если стрелять, так в яблочко, наверняка. Он хочет этот навык развить в себе, чтобы действовать наверняка, чтобы не ошибиться, потому что он знает, что ошибки потом очень трудно исправлять. И это хороший знак, потому что повешенный это карта мужчины, который обстоятельно и все взвешивает, и который вот осознанно хочет сделать хороший результат, хочет добиться результата в ваших отношениях. То есть истинное чувство у него крепкие довольно. Итак, что же эта карта скажет? Луна перевернутая. Если бы луна была в прямом значении, это бы означало, вот здесь вот в таком значении, вместе с картой повешенной, повешенной две карты старшего аркана. В этом случае луна бы означало, что мужчина очень эмоционирует, мужчине мешают эмоции, он переживает, он волнуется, о нем идут какие-то сплетни, на нем есть магия, которая очень активно на него влияет, поэтому он медлит из-за магии. Здесь перевернутая луна говорит, что если на нем и была магия, а скорее всего была, да, были люди, которые настолько ненавидят, что даже начали прибегать к темным силам. Вот потому что я же считаю сразу девочки карты. Новая выходит, я все их гармонизирую, я просто вам не рассказываю, как, но это очень-очень интенсивная работа здесь происходит. И я хочу сказать, что если даже вы и не знаете, на мужчине стоял очень сильный приворот, четверка меча перевернутая, давно сделан был приворот, очень сильный приворот, сейчас этот приворот теряет силу, карта луна перевернутая. И может быть, потому что он так долго медлил и не делал этих выводов, не делал решительных шагов. Может быть, у многих было связано с тем, что он не мог ничего сделать, он был ведомый, он не знал, что он делает, он не отвечал за свои дела, поступки, он не отвечал вообще за свои чувства даже, потому что луна перевернутая означает, что этот приворот, который был давнешний на нем, он начинает терять силу. Мужчина как бы выходит из этого страшного сна, кошмарного, где он просто не отвечал за свои слова, за свои поступки, поэтому его поведение могло казаться для вас таким странным. Вот, девочки, в чем там дело, теперь все стало понятно и просто понимать эти карты. И я хочу сказать, потому что на мужчине точно был давнешний приворот, у многих проиграется это, не у всех, конечно. А приворот может даже человек сам на себе сделать, если он неосознанный, если он, знаете, как бы настраивает себя на плохое. У этого мужчины вообще есть тенденция настраивать на плохое. Я бы сказала, процентов 20-25 до 30 у моих слушателей на мужчине приворот, который он сам на себя сделал, негативными мыслями своими, негативными установками. Но на остальных 70% действительно негативное влияние, кто-то его здорово ненавидел и ему пожелал плохого. Но этот приворот даже может заказанный у кого-то был, да. Потому что карты две перевернутые, карты сложные привернутые вышли, вы заметили, а хорошие карты прямые выходят. Поэтому тенденции у него теперь будут. Он как бы проснулся из сна, как бы, знаете, воспрял духом. И потому что он воспрял духом, и он как бы программирует уже по-новому свою жизнь и правильно делает. Вот эта пара, вы и он, король и королева жезлов, вот здесь вот эта пара, да, видно, я вам показывала. Вы теперь пара, все. Уже никакой колдун ничего не сможет сделать, вы теперь пара. И у вас помаленьку, постепенно, ну, конечно, здесь терпение, основной ключ, ключевое слово, будет все открываться, будет все лучше в сторону идти. Теперь мы посмотрим, что скажет Ленорман, подтвердит ли он те слова, которые были сказаны. Я уже читаю живые каналы карт. И, может быть, Ленорман добавит что-то, скажет что-то новое. Поэтому я, конечно, советую смотреть видео от начала до конца. А когда смотрите повторно, можно выбрать один, второй, третий расклад. Можно это все сделано вам в подарок от меня видео, и вы с ним работаете, как вам это с руки, да, как для вас это лучше. Самая главная моя задача вам помочь. Вот и все. Теперь я смотрю его мысли, его чувства и его действия. Начнем с карты его мысли. Смотрите, он очень хочет перемен, он хочет свежий ветер, такой романтик он, да, внутри. Это карта корабль. Это карта счастливой любви, в принципе. Это встречи для девочек, у кого нет мужчины, или еще у кого были такие ущербные, плохие отношения. Мужчина так вас предал, предал, так сильно обидел, что вы просто готовы, знаете, как из огня до в полуме. То есть вы готовы теперь рисковать. Вы готовы, например, встречать мужчину с другой стороны, другой культуры, другого возраста, вам не важно. Младше ваш мужчина, старше он вас. Это не важно. Главное, чтобы чувства были. Вообще меня сейчас спрашивают, а что если он моложе? А что если он старше намного? Девочки в любви все возрасты покорны. И ее любви, то есть влияние на человека всегда благотворно. Это еще Пушкин сказал. Но Пушкин, кстати, тоже эзотериком был, кто не знает. Это его тайная жизнь, и она остается в тайне. Там еще много нераскрытых тайн. И поэтому мы знаем, мы знаем с вами, что у вселенной в эзотерике понимания времени нет. Понимание времени это люди сделали, чтобы было удобно взаимодействовать с друг другом в обществе. Если у вас мужчина моложе вас или очень старше, неважно, если есть любовь, есть все. Понимаете? Все. Если есть любовь, есть все. И здесь я вижу романтическое какое-то приключение. У него в мыслях уже где-то может взять, вот он мечтает, он мечтает взять вас на какой-то спа, на какую-то прекрасную прогулку по морю, по лесу, по парку, в театр, в кино, по городу пройтись, не знаю, показать вас друзьям. То есть он мечтает о романтике, может поехать в отпуск. Он очень мечтает быть именно с вами. И эта мечта у него обязательно материализуется и реализуется, потому что раз он так сильно мечтает корабль, это перемена. Он очень хочет романтических перемен с вами. У многих девочек, у кого вообще нет отношений, но смотрит, ну правильно делает, это встреча с мужчиной в тех местах, которые я назвала. То есть вы встретите романтического героя для себя. Выстраданного вами, пиковая масть, выстраданного вами. То есть все испытания, которые вы до сих пор прошли, они, вот вы их прошли, эти испытания не были напрасны. Теперь вселенная будет вас вознаграждать за ваши слезы и за ваши страдания. Теперь вот эту вторую посмотрю для вас. Вторая карта показывает его чувства. И это карта гора, тяжесть на сердце. Какие планы и какие у него цели? Вот все его цели слишком высокие. Мужчина слишком, конечно, мечтательный. Но это где-то и хорошо, где-то и не очень. Хорошо это в том ключе, что когда мы очень сильно мечтаем высоко, эти мечты имеют тенденцию сбываться. Я вижу по карте корабль в предыдущей карте. Но мечты у него такие высокие, что он просто не знает, как их достичь. Он, может быть, по статусу чувствует или до вас не дотягивает, или по красоте чувствует не дотягивает, или по какому-то, не знаю, образованию не дотягивает. Но вы для него слишком высокая планка. Но он вообще, наверное, слишком принижает свои способности и возможности. Бывают такие мужчины тоже. Или здесь по карте гора может быть другое, что между вами расстояние, между вами страны, разные культуры. Вы из разных слоев общества. Гора может показывать, что есть, может быть, эти лица, препятствия или обстоятельства. Материальные, бытовые. Бытовые обстоятельства, например, вам мешает то, что у вас не решен квартирный вопрос. Мешают дети, родители, социальная такая часть жизни. Бытовые обстоятельства, что, может, не хватает финансов, чтобы съехаться, или вообще встретиться. Всякая такая катавасия жизненная. И эти препятствия он ощущает на сердечном уровне. Мужчина может страдать тоже сердечной болезнью, потому что у него на сердце постоянная тяжесть. Он жизнь воспринимает как борьбу с обстоятельствами. Люди, которые воспринимают жизнь как борьбу с обстоятельствами, обычно имеют такую давид, в сердце давид, да, а это близость к инфаркту. Ему нужно знать, что нельзя, чтобы сердце постоянно давило, чтобы на сердце была тяжесть, чтобы любая проблема касалась нерешаемой. И у мужчины такое ощущение, что все проблемы нерешаемые. А девочки, ну а следующая карта покажет, решаемые ли вообще его проблемы? Ну, конечно, карта кольцо – это решаемые проблемы. Так что карта гора, она просто аннулируется, сразу теряет свою силу полностью, поскольку карта кольцо показывает, что да, есть договор между ними, высшими силами, есть договор между вами и им, есть договор вселенной, есть закон вселенной, которому нужно подчиняться, и это закон любви. Потому что карта кольцо показывает намерение, и здесь карта говорит, что он будет стремиться, чтобы ваши отношения узаконить, если они еще не узаконены, решить все вопросы, решить все обстоятельства, которые вас разъединяют по каким-то вашим причинам. Девочки, поставляйте здесь свои причины, поэтому общий расклад лучше заказанного, он работает именно с вашей индивидуальной составляющей. Вы скажете, да, общий. Девочки, карты общие, как и иконы церкви общие. Но почему-то Дева Мария всем помогает, одна икона на всех, на миллиарды людей, девочки, Богородица, как по-русски, да, но если кто не знает. То же самое здесь, эти все символы, они вытекают из вашего архетипичного подсознания, из магического состояния, где все возможно. Карта кольцо говорит, да, возможен ваш союз, да, возможен брак, да, возможно встретить такого мужчину для счастья. Все возможно. И теперь я понимаю больше карту четверку меча, потому что четверка меча указывает на приворот или негативное влияние на мужчину или на вашу пару. А карта кольцо говорит, что чтобы они там не делали, эти злые силы, знаете, если даже вы поссорились и недовольны, потому что они якобы вас поссорили, эта ссора вас еще больше будет сближать, а все негативщики получат бумеранг, потому что карта сердца, здесь подразумевается, сердце хоть и не вышло. Вот как интересно бывает, магия работает, да, кто-то скажет, да, она оговорилась, я не верю в это, я вообще не верю, что хоть какая-то оговорка бывает, когда высшие силы присутствуют на раскладе. Видимо, карта сердца здесь косвенно, но участвует. Вообще, карта сердца, кстати, у некоторых компонуется вместе с кольцом на некоторых колодах, потому что это одно и то же, потому что карта кольцо это как печать на сердце. Знаете, как раньше в древности кольцо имело печатку, такое у нас по-русски говорит печатка, почему мы говорим печатка? Это идет из древности, кольцо, которое имеет вот такую печать, герб человека, и прикладывали печать, именно из кольца делали, да, сургу там брали раз и приложили печать на любое письмо, это была личная печать, поэтому мы говорим печатка, то есть кольцо без камня, там, где есть вот такая печатка, эта печатка может иметь ваш герб, вашу первую букву имени, может иметь ваше число судьбы, кстати, тоже, да. А знаете, как вычислить число судьбы, у меня есть видео на эту тему на канале. Так что, да, на сердце, и написано это в песнях Давида, да, в песнях любви, что когда любовь есть, ты put me on your heart as a seal on your heart, put me as a seal on your heart. Девочки, я 30 лет в английскоговорящей церкви работала, могу перевести, возьми меня как печать на твое сердце. И поэтому карта кольцо и сердце, они очень даже, это одна и та же энергетика. То есть мужчина хочет с вами отношений, он хочет с вами любви, он хочет, он хочет обязательств, ему они в кайф, понимаете? Обязательства, ой, что такое? Что такое мужчина? Что такое? Мужчина сам вышел, вылетел. Он знает, что о нем речь идет, и это, конечно, вызов у мужчины, любой мой раз вызов у мужчины. Он сам выскочил, видели? Мужчина, его кольцо, его обязательства по отношению к вам. И мужчина какой? Это характеристики, как будто он говорит, ну ладно, здесь идет речь обо мне, квантово он это чувствует, именно квантово в тот момент, в который вы смотрите. У эзотерики нет времени. И в это время квантово он смотрит, и он хочет сказать немного, пару слов о себе, и он хочет сказать, да, вот я такой, вот я такой, я верный, я надежный, я твой, я твой суженный, ряженый, я твой любимый. Любое время расклад будете смотреть. Летом, зимой, весной, осенью, неважно. Он откроет для вас мужчину, который постоянный к вам. Вообще для мужчин это самое важное качество, самое важное, это постоянство. И очень часто мужчины, они, к сожалению, хотят нам показать, что они свободны, типа якобы. Но свобода, потому что страха много в мужчине, свобода от страха нужна. Но свободный человек никогда не бывает, как я уже говорю. Человек всегда имеет обязательства перед своей страной, перед миром, да, перед миром не заполнять мир всякой гадостью, да. Перед миром, перед страной, перед родителями, детьми, ой, ой, перед самим собой, прежде всего каждый человек, да. Он хочет сказать, ты думаешь, что я хочу от тебя быть в свободе, нет, я хочу обязательств с тобой, это карта кольцо. Я хочу выводить наши отношения на новый уровень. Я хочу, чтобы ты видела, что я постоянный, это карта якорь. Я хочу, чтобы ты видела, что я постоянный, что в моем сердце постоянство, что мне можно доверять, что я надежный человек. Как хорошо вышло. И главное, что живой расклад сам вылетел. Я не буду больше, конечно, говорить, хоть я могла застрять на карте якорь довольно долго, поскольку карта якорь полностью характеризует того человека, о котором вы спрашиваете. Хозяин своего слова. Вот то, что именно мужское качество, это сказал-сделал, а не просто сказал, да. Да, человек обязательный, человек ответственный, якорь это ответственный, и такой как раз человек встретится вам, если еще нет, потому что корабль это встреча. Либо же таким человек наконец-то станет. Он стремится к этому, чтобы стать таким, тот, о котором вы спрашиваете. И здесь три ангела, вот здесь, выйдут на связь сейчас ваши ангелы-хранители. Это три ангела-хранителя, которые сейчас присутствуют в вашем пространстве. И что происходит? Такая ниточка, связь от карты идет к вашему ангелу-хранителю, который всегда с вами, но он просто активизируется картой, раскрывается. И он скажет вам теперь, вот ваш ангел, слова, те, которые нужно вам услышать. Именно сейчас вот эта карта откроет. Давайте посмотрим. Ангелы любви. Это понятно. И написано, что этот ангел хочет вам помочь исцелить, называется Past Life Relationship. Это какие-то отношения в прошлых жизнях, которые вас до сих пор напрягают, мешают вам. Это может быть, что ваш предок предыдущий, который имел несчастную любовь, он до сих пор проявляется через вас. Предки, которые дух их не успокоился, какая-то часть их энергии задерживается на земле. И она имеет тенденцию, эта часть, энергетическая такая сущность, она имеет тенденцию прикрепляться именно к тому, кто потомок породу. Поэтому это называется кармический долг породу, другими словами. И теперь ангелы всегда, когда негативная энергия к человеку начинает цепляться, всегда есть ангел, который помогает человеку. И теперь ваш ангел-хранитель, который дан вас вам, Всевышним, чтобы помочь вам делать, проработать эту энергию, энергию с прошлой жизни, энергию несчастной любви. Этот ангел говорит, отпусти, отпусти это все, дай этому своему предку возвыситься, как бы прости его за это, что он проявляется таким образом в вашей жизни. И это освободит дорогу на новую счастливую любовь. Еще по-другому по-русски называется это венец безбрачия, который можно унаследовать кармически. Этот венец сейчас, в данный момент сбрасывается с вас, потому что ангел любви забирает, вот так снимает с вашей головы, просто снимает, убирает этот венец безбрачия. Следующий ангел, который вышел здесь для вас, этот ангел Very Soon называется, очень скоро. Very Soon, очень скоро. Очень скоро будет влюбленность, если ее еще нет. Вот загадайте свое, чего вы хотите для себя, очень скоро. И на карте написано, очень скоро будет любовь. Если вы поссорились, очень скоро будет примирение, понимаете? Если между вами есть преграда, очень скоро вот эта гора, эта преграда полностью уйдет. И вы освобождаетесь, приобретаете полное счастье, очень скоро. Вот эта третья карта, она скажет еще, еще один ангел к вам, третий обращается сейчас через эту карту, говорит, express your love. Может быть, некоторые девочки, кто меня сейчас смотрит, обладают ситуацией, да, сейчас у вас так происходит, что мужчина не доверяет вам, он чувствует холод от вас, который идет. Девочки, ну не у всех, у некоторых из вас это проиграется. Я возьму дополнительную карту, потому что выглядит так, что некоторые из вас, понимаете, чего мы требуем от других, очень часто, к сожалению, у нас этого нет. Вот как, вот поймите меня, что может быть вы имеете к нему чувство, но это чувство больше заботы материнской, и он ощущает, что какой-то холод именно женский идет от вас. И ему кажется, что вы его не любите. Это у некоторых девочек так проиграется. Я хочу, чтобы эта карта объяснила, правда ли я вам передала это все. Soulmate. Да, он больше хотел бы, это правда, действительно, чтобы вы для него были как друг души. Он чувствует, что на каком-то уровне человеческом, не только вот то, что вы ему говорите, ты меня не понимаешь, да, часто бывает так, что мы вроде его понимаем, но не с той стороны, с которой он хочет нам это все объяснить. Мы его понимаем, но понимаем его или неправильно, или не до конца, или какой-то грань его мы все-таки не осознали и не поняли. Понимаете? И вы у себя спрашиваете, он ли моя судьба, он ли моя судьба, но на самом деле написано, да, он ваша судьба, потому что ваш брак был заключен еще на небесах, даже до вашего рождения. Сейчас возьму одну карту совета, последнюю. Сегодня вот оракул любви, сегодня ваши сегодня, девочки, сегодня оракул любви очень-очень раскрылся и хочет, хочет карта выйти, я вот чувствую, что хочет, поэтому возьму еще одну вот эту, возьму, да. Это алтарь любви, алтарь любви. Смотрите, и вот на алтарь любви нужно как жертву принести, жертву все ваши подозрения, все ваши сомнения, все ваше возмущение, может быть, и даже какую-то боль сердечную. Принесите эту боль на алтарь любви. И как бы, что такое алтарь любви? Это когда мы делаем новый завет, новый завет. Новый завет всегда, это когда мы отказываемся от того, что не работает больше, и говорим, что я хочу свежей любви, свежих чувств. Я хочу с ним начинать сначала. Он, ваш мужчина, через этот расклад просит у вас сделать такой энерго-алтарь любви. Вообще энерго-алтарь это намного лучше, чем алтарь в физическом понимании, да. Но у нас у всех, кстати, дома должен быть такой алтарь. Об этом есть у меня много разговоров и видео на моем канале Читка и Защита. И идет речь о том, что алтарь любви нужен тоже в сердце, где мы каждый день хотели бы вот как бы в жертву приносить то, что было вчера, и отпускать то, что больше не работает для нас, и открывать дорогу для нового счастья. Именно это и говорит этот расклад. А теперь просуммирую, девочки, какие цели и планы. Ну, конечно, цели и планы – это алтарь любви, прощение того, что уже прошло, и надежда на лучшее, потому что лучшее действительно будет. И он действительно мужчина, который сейчас в вашем сердце, алтарь любви – это в сердце, этот мужчина материализуется, и у вас с ним есть огромное будущее. Планы большие на вас у партнера. Планы начинать с нового листа, планы предложить вам новые условия, потому что кольцо – это новые планы, новые условия для взаимодействия. И он хочет вам сказать, вот здесь он сам вылетел, помните, да? Что да, я надежна, и в моем сердце ты всегда есть, и поэтому у нас с тобой есть будущее. Я сейчас улаживаю те ситуации, те вопросы решаю, которые я давно должен был решить. Я прошу прощения, если не выглядело так, как будто я это делаю, я это делаю, но я тебе не могу сказать, что я это сделал перед тем, как я закончу все эти действия. То есть мужчина не хочет просто говорить, он хочет действовать, и чтобы вы увидели плоды его трудов. И это, наверное, довольно похвально с его стороны. Девочки, это на момент просмотра. Кое-что могло попасть в вашу ситуацию, а кое-что и нет. Кое-что проиграется сильнее именно в тот момент, в который вы сейчас смотрите. Кое-что проиграется позже в вашей жизни. Но то, что расклад абсолютно оптимистично решит все ваши проблемы, поможет вам это однозначно. У каждого в разные временные сроки. Поэтому здесь, да, здесь вот так. Здесь у каждого услышат что-то свое. А когда пересмотрите расклад через какое-то время, вы сразу поймете, где-то он уже проигрался, а где-то уже в процессе того, чтобы это случилось. Так что однозначно расклады всегда на 100% сбываются. А я хочу со своей стороны сказать, что вас очень люблю, и в моем обществе вы всегда найдете поддержку. Я всегда вас выслушаю. И всегда расклад успокоит вам сердце, даст надежду и тоже даст путь. Покажет, как сделать то или другое, какие советы, какие планы у высших сил на вас. То есть всегда с пользой для себя проведете время в обществе карт, в обществе ваших ангелов, через которые карты для вас будут работать. А также в обществе преданного вам друга в моем скромном лице. Всех вас люблю, ожидаю на следующие расклады. Подписывайтесь, девочки, потому что расклады, конечно, я делаю для моих людей, то есть для подписчиков. Подписывайтесь, расклады будут еще больше для вас работать, если вы, конечно, подписаны. А я вас люблю, обожаю и знаю, что мы обязательно еще свидимся. До новых встреч, дорогие друзья!